Схема подключения одинарного проходного выключателя. Одинарный проходной выключатель выглядит как обычный выключатель с одной клавишей. Только обратите внимание, у него есть вот такой значок. Видите, как треугольники расположены вертикально. Это и есть обозначение, которое значит, что перед вами находится проходной одинарный выключатель. Давайте разберем принцип его действия, чтобы потом было более понятно, как им пользоваться, как его включать, выключать. Значит, смотрите, если его перевернуть, то по внешнему виду, с обратной стороны, он напоминает обыкновенный двойной выключатель. Только так же самое у него два контакта, только единственное отличие, у него один ключ. На двойном выключателе два ключа, которые независимо друг от друга замыкают и размыкают линию. Здесь же у нас один ключ, который всегда замыкает два контакта. То есть, повернули вы клавишу, включили, он замкнет либо этот контакт, либо этот контакт. Всегда два контакта в проходном выключателе замкнуты. Именно этот принцип и используется при применении одинарного проходного выключателя. Вот видим, контакт замыкает линию. Вот давайте пройдемся сверху. Вот контакт у нас. Вот он сюда проходит и остается в обрыве. Если мы к нему включаем вторую клавишу, то есть переходим ключ, переводим на эту линию, то все, цепь у нас замыкается, лампочка загорается. Если на каком-то другом выключателе мы это делаем, то есть мы одним выключателем можем и включать, и выключать. Независимо, так сказать, от другого. Они связаны между собой цепью вот этой. И на каждом выключателе, можно сказать, можно встать, да и баловаться. Два человека. Один включает, в другой выключает. И наоборот. То есть, я думаю, здесь особо объяснять ничего не надо. По схеме все ясно. Ключ замыкает то один, то второй контакт, так сказать, ловится и под напряжением. Где можно применить проходной, одинарный проходной выключатель? Обычно они применяются в том месте, где большая протяженность помещения. Допустим, на лестничном пролете. Вы поднимаетесь, включили свет на лестничном пролете, поднялись и вторым проходным выключателем выключили его. Так же само можно его использовать и через стенку. Ну, допустим, с разной стороны стенки можно один установить и с другой стороны стенки второй выключатель такой вот установить. Для чего? Ну, допустим, рассмотрим ситуацию, когда дверь у вас закрывается на выключатель. Ну, вот такая сложилась ситуация. Вот видим нашу дверь. Из-за того, что здесь шкаф, дверь может открываться только в эту сторону. И в открытом положении, допустим, когда лето и дверь постоянно открыта, она перекрывает выключатель. И чтобы постоянно дверь не открывать, не закрывать, чтобы воспользоваться выключателем, этот выключатель можно поставить с другой стороны двери. И то же самое вы получите управление. То есть, когда вам надо, дверь закрыта, и вы пользуетесь выключателем. Вот он. Ну, здесь проходной двойной выключатель стоит. Но это не имеет значения. В принципе, здесь одинарный, двойной. Здесь просто люстра подключена и используется двойной проходной выключатель. Ну, сам принцип вы поняли, да, как можно использовать. вот дверь здесь выключатель у нас находится и за стенкой тоже находится второй проходной выключатель который можно управлять освещением в зале допустим не открывая дверь но это как говорится один из случаев таких как можно использовать выключатель одинарный проходной хотя допустим бывает ситуации вот в коридоре он установлен обычно там устанавливают и сразу управляют на ванну в туалет или кухню частенько в старых постройках я наблюдал такую схему и частенько бывает такое что домочадец какой-то уходя из квартиры по привычке выключает свет автомат у него такой выработался и все а человек все он выключил дверь открыл и ушел а домочадец находящийся допустим в этот момент в кухне принципе ничего страшного или в ванной что уже там примеру хуже или в туалете остается без света есть вот применить такую схему когда установите управление освещения через проходной выключатель то не выходя с того помещения где находишься можно этим выключателем снова включить свет не выходя из того помещения но как правило эти переключатели используются на лестничных пролетов и в длинных коридоров допустим даже в квартире если у вас длинный коридор прихожая вы зашли включили свет заходите в комнату чтобы вам назад не возвращаться вы взяли нажали клавишу и выключили свет также вот схемы как можно подключить то есть это уже показано как можно провести провод как видите можно над потолком ее провести а можно провести как говорится часть все равно нам на распределительную коробку придется заводить а два выключателя можно уже подключить таким способом либо вот таким вот способом можно тоже подключить их некоторые допустим задаются вопросом но что делать если к примеру такого проходного выключателя нет на данный момент там наличие нет зато есть два обыкновенных двойных выключателя самые обыкновенные два двойные выключателя который применяется дать для управления освещением для люс вспоминаем как выглядит двойной выключатель двойной выключатель он независимый и он может Через один основной контакт, который к нему подходит Замыкать один контакт и размыкать Второй контакт замыкать и размыкать То есть у него, как у проходного выключателя Нет такой жесткой привязанной ситуации Что у одинарного проходного выключателя Всегда два контакта замкнуты Нет, у двойного выключателя Могут быть два контакта замкнуты И два контакта разомкнуты Либо один контакт замкнут, а другой контакт разомкнут Вот допустим мы наблюдаем такую ситуацию И вы скажете, ну а как же тогда управлять этими двойными выключателями вместо одинарного проходного выключателя? Все просто. Единственное, что там находится, да, у нас две клавиши, вот так если взять поделены, да, две клавиши, то одна клавиша должна быть нажата, а другая отжата. И тогда вы получите принцип проходного выключателя. Это, конечно, неудобно, но, как говорится, привыкнуть можно и как временную меру можно использовать. Хотя смотрите сами, потому что все временное может остаться на постоянном. Вот, в принципе, такое небольшое пояснение по подключению одинарного проходного выключателя. В следующий раз, возможно, составлю схему видеопояснения для управления освещением из трех и более мест. Там уже используется одинарный проходной выключатель и двойные спаренные проходные выключатели. На этом пока. До свидания.